welcome 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 дорогие друзья и у меня для вас очередные виви новости сегодня уже 14 января это значит практически неделя игровая прошла в чемпионате китая кореи про это мы обязательно чуть дальше по видео поговорим а сейчас стартанем с поста который выложил кто-то связанный с райт геймс я так и не понял но ответственный чебурек он что-то там ceo of райт геймс то есть сооснователь на данный момент и он рассказал тут в своем длинном посте о будущем райт геймс о будущих пяти летки то есть такая вот интересная у нас сфера пятилеточку он нам перенаправил я не буду вам все зачитывать просто там такие маленькие вещи которые он здесь сказал вытащил он говорит что он не хочет чтобы их помнили за вещи которые они делают он хочет чтобы их помнили за людей которых они создали имеется ввиду за весь контент который они создают дальше он отмечал что его интересует именно что мы мы слушали людей чтобы все win our generous то есть чтобы все наше поколение были вместе должно быть именно фанатов много должна быть культивирована культура которую они прививают нужно построить игру глобальную нужно смотреть на наш предыдущий опыт все скажете вы какие-то пустые слова да но главное вот чуть чуть ниже вот ребят что я хотел вам показать на ближайшие пять лет райт геймсы ну по мнению вот этого человека он скорее всего не последний там человек на первый план выставит именно все свои новые проекты игры то есть вот то что мы с вами видели зиксом то что мы видели с руинит кин кстати и обязательно пройду не волнуйтесь обязательно и пройдете более там кстати я вижу патчи начали выходить который исправляет тот мусор который был там играть и пристал чуть быстрее диалогов чуть больше и возможно еще что-нибудь они там добавят так вот игры все будут на первый план развлечения то есть ролики netflix и все что там на ю тубе выкладывается это будет на втором плане и на третьем плане будет киберспорт и вот это вот меня реально удивило то есть рай ты видимо киберспорт больше поддерживать ну как бы не то чтобы не собирается вообще нет просто киберспорт для них это будет третье по порядку данное то есть она существует само по себе живет потому что вы знаете что чемпионаты на самоокупаемость практически все вышли не знаю насчет алцела надеюсь они тоже вышли на этом не надо туда лезть они максимум это дают добро пожалуйста проводите турнир не хотите проводить не надо ни денег извините мы вам ничего не дайте вот это вот интересная была вещь вообще он говорит что он эту весь пост уже написал в декабре 2020 года так что получается что не пятилетка ребят четырех лет осталось потому что один год прошел и если задуматься об этом то все абсолютно правда на игры они потратили тонну рекламы которые вот эти вот новые игры выходили от riot games и продолжают кого-то радовать кого-то не радовать продолжают новые игры рекомендоваться нам от riot games которые будут скоро выходить действительно интертеймент оказался на втором месте он оказался хорош и это классно а киберспорта тут честно я думаю вы многие сейчас если начнете думать то вы не не вспомните что такого значимого произошло в 2021 году давайте по чесноку если вас сейчас прошу кто стал чемпионом мира 2021 году только те кто смотрели этот финал смогут на этот вопрос ответить потому что нет такого хайпа вокруг этого всего и рает и не собирается видимо устраивать его и дальше трансляции идут эфиры работают турниры продолжаются кстати о турнирах чемпионат европы стартует сегодня через у меня уже два часа здесь написано через четыре часа и riot games ru представили свой тандем даже что не тандема квартет до получается квартет но там будет тандемами потому что два будет я так понимаю комментатора 2 аналитика как это обычно бывает два тандема либо квартет людей которые будут этим заниматься это будет навела тут столько всего выскочила от вандера вандер full flash and the night старки и какой-то новый endless честно его я помогу сообщение когда не слышал хотя лицо его помню вроде там тренер какой-то тоже команды был но со старки на и на мне не надо было спорить может быть меня бы сюда пригласили а таки выиграл спор до проиграл ребят место под солнцем заявку и отправлял какие-то заявку никто не рассмотрел либо может быть они держат все в тайне от меня и потом просто как ух пригласят но нет я думаю ничего такого не произойдет так что буду дальше играть ребята в салуку и в дивинити они пусть комментируют сайт где очень интересно на нас смотрит энди динных это региональд тот самый региональд который стоял на медлайне которому принадлежит рекорд чего-то там а количество киллов все вспомнил рекорд количество киллов на катарине 18 киллов он сделал в настоящей про сцене и riot games и производит расследование по команде топ и спорте сначала так прочитал потому что кто так плю новость пишет но хотели видимо хайпануть на китайских болельщиках в общем что тут написано райт геймсы проводят расследование по топовой команде и ее основателю за то что тот будет людей ну будет издевается будем так говорить и тут пока ничего нет просто рассказывается про команду тсм про то что их бюджет оценивается в 410 миллионов долларов из которых 210 это чисто его бабки на теперь уже рейджин альта и на многих других сайтах то же самое только там они еще прикладывают некоторые конфликты которые происходили у этого человека у владельца команды тсм с игроками внутри своей команды здесь например с вулканом какие-то были мелкие конфликты райт и начинает это все изучать также как-то руки дошли еще до эхо фокс пока пока нет никаких вообще ответов на все это ребят а пока просто все начато начато расследование как только ответ появится я вам расскажу но напомню кое-что что конфликт действительно был в ноябре по моему 2021 года очередной конфликт когда реджинальд некорректно в твиттере написал про то что дабллифт сам виноват что не играет на просто гитар дабллифта пукан взорвался напомню что дабллифт больше не связан ни одним контрактом страйд геймс он теперь просто стример который может делать все что он хочет и дабллифт решил рассказать что ребят вы как бы посмотрите-ка на этого паренька когда он буллит всех вокруг когда он на всех гонит когда он людям не дает покоя там спать не дает заставлять тебя играть и так далее тут сам юлиан пенка дабллифт про это писал люди разделились на две стороны одна сторона говорит что ну да баллифты все как обычно преувеличиваешь а другая сторона которая тоже была не связана с контрактами нас командой тсм ли вообще с райт геймсами говорит на опито дабллифт прав и видимо тогда тогда райты об этом заговорили просто здесь он например как раз киев вич где дабллифт даже написал что можете говорить про я молчу хотите но я хотя бы не такой дик орбен кирут я не настолько скажу какие написано не такой хуёвый либо грубый ко многим другим людям и не веду себя так как это делает он ну в общем конфликт не исчерпан он продолжается но теперь райт геймс наступились в сторону дабллифта можно сказать ну скорее сторону всех угнетён в данном случае посмотрим что произойдет с роджинальдом я часто думаю что как обычно признает вину и впаряют штраф там две пять тысяч долларов сша подороже в когда корей китай это происходит там 500 600 долларов накидывают говорят что ты виноват извинись он такой да я виноват я извиняюсь вот тебе 500 долларов штраф а я я что делать у человека 210 миллионов долларов на счету но ему штраф 500 кинули кстати о корее произошел тот момент во время матча я из тиктока вам его покажу не имеет значения откуда на ютубе лень было искать где фейкер шел уже к пентакиллу но его не получил онер случайно сделал килл и начал заняться перед фейкером но фейкер его все но пытался убить убить не получилось фейкер даже посмотрел на него и пригрозил ему что он его убьет в другом случае но нет на самом деле действительно в корее вовсю уже отыграла команда т1 если мы перейдем чемпионата кореи то команда т122 матча две победы и кто не поверит это впервые за последние два с половиной года ну то есть пять сплитов четыре сплита точнее подряд это пятый сплит четыре сплита подряд команда т1 не стартовала с 2-0 чемпионат кореи и это было просто сенсация для них наконец-то команда т1 которые скт одержали победы правда откровенно говоря не одержали победы надо среднячком квангонг фрикс это бывшая африка фриксы и надо очень слабый по логике должна быть команда фредди брайн 2-1 но я так глянул пока просто видимо еще не в своей тарелке вся команда т1 на все еще пытается въехать как-то в систему того что нужно играть например в первой игре они попытались поиграть не дали о которой они как раски проиграли фрейн блейдом не дали против брузерс к его драфта оппонентов там сет плюс к синжао был и ничего у них не получилось вообще все после этого ни разу больше на не дали не посадили бедного олега но олег справится остальные команды каждый с каждым поиграл и как видите у всех команд уже сыграны матчи dragon x и продолжает свою серию поражений если приписать им поражение с предыдущего сплита а сейчас я вам открою предыдущий спит можно надеюсь переключиться на предыдущий сплит да можно только нас интересует да вот это вот кнопочка нас интересует предыдущем сплите у них было три поражения к ряду а суммарно у них статистика была 216 внутри поражения то у них сейчас 5 поражений подряд ну а суммарно получается 218 то есть команда dragon x полностью поменяла состав в том числе даже тренер ушел из их команды но они как не побеждали так продолжает не побеждать на самом деле там никого не осталось кроме как менеджеров из предыдущего состава и чувствую менеджеры либо будут продавать этот слот если так продолжится дело к следующему сплиту наверняка есть желающий купить себе слот в чемпионате кореи потому что здесь же франшиза либо но я не знаю что они будут делать потому что зрители явно не стремятся смотреть команду которая была участником чемпионата мира команду которая из-за конфликта немножко пострадала и команда которая ну могла даже претендовать нам на большие высоты в чемпионатах в китае чуть больше матч прошло но здесь топовая сейчас идет команда омджи правда если мы покажем вам статистику то омджи победила два мусорных коллектива это команда thunder гейминг и команда этих ал аллы и это any one legends правда any one legends в свою очередь победили команду lgd в общем здесь все только началось из заметок можно отметить что рояльцы проиграли команде фан плюс феникс и фан плюс феникс сейчас идут на первом месте пока тут все только начинается напоминаю что скорее всего никто даже прям в серьезных щах не будет стараться в китае пока не наступит как раз таки их каникул а каникулы стартует после третьей недели и после новогодних каникул вот тогда все начинают вступать в бой например тот же самый узи вообще любит в эти дни не играть кстати как он и сделал в этот раз тоже пока еще не вышел поиграть что касается ребят чемпионата you masters который прошел на этой неделе я буду подводить итоги как раз таки в преддверии старта чемпионата европы а вот в конца недели европейского мастеров потому что они играют в будние дни так вот у нас есть команды за которым надо следить немецкая лига prime division я не получил право по-прежнему рестримить попытаюсь еще раз это сделать уже теперь через игроков мауза напишу каждому из них попытаюсь выйти на контакты их менеджера менеджер поможет мне выйти на контакты их чемпионата потому что ты последняя надежда как говорится для меня как-то рестриме для вас чемпионат потому что рестримить со своим лицом это ну не то там зрители не будет да и никому это не нужно так вот короче что у нас здесь получилось маузы сделали 2-0 статистику босс номенс отыграли великолепно по-моему они mbp себе урвали вот номенс видите здесь урвал во второй игре practice провала мне казалось что но в защиту чемпионата германии кто-то скажет а ну все это легчайшая для них скажу что они побеждали самые слабые команды пента 1860 и wave esports то есть это по сути были команды не особо сильные поэтому побеждать их было несложно в то же самое время гаджет со своим коллективом он же перешел в команду с к гейминг прайм они сыграли одну победу одно поражение проиграли в равной борьбе с равным себе соперником находится пока в зоне плей-оффа к следующей неделе посмотрим что у них будет вторая часть команды unicorns of love играет почему мне это лига открыта читает тупану а не все 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 верно да я хотел вам нет стоп погодите что-то не то вам открыл вот 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 вторая не туда нажал прошу прощения это у нас и испанская лига номер один но здесь нам смотреть нечего потому что здесь просто ребята играют лигу легенд но мы-то не хотели бы видеть этих ребята хотели здесь видеть наших пацанов а наши пацаны играют в другой лиге в лиге номер два испанской секунда который называется они прайм и здесь ананасик сантосом как раз таки месяц своей команды кейс е-спортс или кассе е-спортс или я не смог придумать победили всех 20 молодцы проскочили перескакиваю на следующую сразу лигу все теперь все нормально ребят это французская лига кто-то спросит меня чё французскую лигу там разве наши играет нет наши там не играет ну может быть ваши там играет но наши там не играет но здесь играет тот самый человек который притащил сюда невероятную популярность трансляция этого чемпионата собрала 180 тысяч на пике и 95 тысяч средний показатель просмотров 95 тысяч ребята цифры которые сравнить чемпионаты америки прошлого года если что ну без учета плей-оффов для каких-то там хайповых матчей а 180 тысяч это вообще невероятные цифры для такого чемпионата и у мастерс французская лига но кармен корпус она проиграли счет у них один-один пока что в своих сериях но мне больше другое хотела показать вам какие все же здесь игроки и почему люди идут это смотреть смотрите сами команда gamers origin включает себя игрока визи чаще рональда и джезис у них здесь тренин этих игроков я думаю вы все хорошо помните геймбарды взяли себе inox шоколада и больше никого кормил корпуса кабаччарт сакен реклас лдл си и здесь у них есть эйка и доз мира и что я не буду название команд назвать их даже не знаю потому что вот игроков я знаю bad lulu момента рак джун коди сан ракса кстати у них весь состав получается из бывших и у мастерс либо американских игроков потому что ранг джону он играл в академии американской здесь у нас получается в улит с вандером в команде салари джок и со стилбэка здесь у нас к раундшот с агрессив агрессив по моему один раз выступал все же в высшей лиге вот команда тима пиннин никого не держит либо только ник найма ребята поменяли вот-вот и команды я не вижу никого кого бы я знал здесь шагенда 0 и зигенда скинс джек тролл жесткла то есть ребята здесь собранные крепкие и это реально второй дивизион чемпионата европы могла бы быть полностью вся эта лига но вот пока они не показали себя как чемпионы то есть команды которые отсюда выходят они не становились регулярно чемпионами европейского чемпионата кстати о европейском чемпионате европейский чемпионат как я уже говорю стартует сегодня через два часа уже даже меньше и у них будет супер лига пятница суббота и воскресенье каждый день будут ребята играть и того сыграют по три игры каждая из команд желаем удачи конечно же нашему пареньку занзари занзараху в команде астралис который очень слабый состав я их стоял на предпоследнее или последнее даже место здесь топовыми командами за кем надо следить если ребят хотите поболеть то надо следить за команды фанатик надо следить за команды g2 и спорт из-за команды виталиков это топ-3 коллектива которые будут наверняка на этой неделе друг с другом многие вопросы решать кстати не будет друг с другом играть виталики фанатики вот это будет топовая игра команды g2 есть пересечения с кем-нибудь 2 можно нажать спасибо а у них будет с медлайн сами пересечения с excel и с астрали с именно самом деле им довольно легкая неделя получилась а что ж с медлайн сами спросите вы а с медлайн сами ничего хорошего они оставили двух своих игроков и двух других заменили и по одного взяли но бывшего неплохого про геймера и в итоге получился такой себе состав но у меня есть оценка всех коллективов по чемпионату европы можете найти записях на ю тубе и бдс вот к ним хотела вернуться ребята которые заявили о том что у них тонна денег заявили о том что они собираются делать dream команду оказались илон маском сказать по-другому просто скажу говорить умеют делать видимо нет адам цинков нюклерин икс мати и лимит кто эти люди хороший вопрос ладно лимита и адама я знаю адам из команды фанатик вроде как топовый топ-плеймер прошлого года лимит много лет играет на позиции саппорта грабса взяли но может быть грабс нашел здесь талантливых вот этих трех игроков и сейчас они покажут великолепный результат но честно у них первая неделя будет с фанатиками может ничего видеть с мисфитами икселами но должны вроде делать 21 если они настолько хорошие если они сделают хуже чем 21 забудьте от команды даже на плей-офф с трудом будет тянуть но так все ребят ставим лайки подписываемся на канал виви новости закончились немножко сумбурно но хотел показать вам то что я увидел в интернетах надеюсь вы поставили лайк всем пока